Особое мнение на 101FM За 9-летний период деловые организации «Опора России», «Деловая Россия», «Вятская торгово-промышленная палата» не стали включаться в оргкомитет форума, который называется «Предпринимательство на Вятке». Девятый раз должен пройти этот форум. И здесь вот такой массовый отказ от участия в оргкомитете и, возможно, в самом даже форуме. Нам пояснил Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения «Опора России», и следующее. Если раньше у нас было выявление проблем поручения министрам, они готовили ответы, то сейчас просто пафосное мероприятие. Поговорили, вопросы поздавали, ни резолюции, ничего нет. Потом гала-концерт. Ну что ж, можно вполне понять и Андрея Вавилова, и тех, кто отказался от участия. Потому что, во-первых, если речь идет о малом бизнесе, то людям надо заниматься делом. А, собственно говоря, поговорить, посмотреть концерт – это немножко другое. Формат, вероятнее всего, устарел, я полагаю. В том виде, в котором он есть сейчас, он никого не устраивает. Тем более, что очень много говорят о поддержке малого бизнеса. Но вот дальше уровня ППР, вот этого посидели, поговорили, разошлись. Как-то дело не идет. И вполне вероятно, что вот этот массовый, так сказать, отказ бизнес-организации от участия в форуме, он такой должен быть хорошим звонком для его организаторов, что надо что-то кардинально менять в формате. На самом деле, вот от этого парадного такого разговорного жанра. Посидели, обменялись мнениями, разошлись, и как бы все работали, как работали. Отходить и, на самом деле, слушать то, что предлагает малый бизнес. Раз речь идет о поддержке малого бизнеса, то он должен быть на этом празднике главным. И, вероятнее всего, вот этот такой случай, когда вот из года в год разговор идет, а ничего не меняется, он просто надоел. Но тут как раз Вавила ссылается на то, что раньше это было деловое мероприятие. А в последние годы, как он говорит, нам тусоваться некогда. Да, в том-то и дело, что 9 лет назад вполне возможно, это у нас, что у нас вообще было 9 лет назад? 10-й год, это был Никита Юрьевич Белых, да? Вполне вероятно, что эти мероприятия проводились в другом, более деловом формате, и что-то после них менялось. Но когда вот одно и то же происходит из года в год, сама понимаешь, выхолачивается содержание, вероятнее всего, вот этих изменений, которые должны были произойти, не произошло. Ты долгое время был и редактором, и главным редактором журнала «Товар, деньги, товар», делового издания. Ты бизнес-тематику отслеживаешь постоянно, регулярно, нон-стоп. Скажи, пожалуйста, вот торгово-промышленная палата, опора России, деловая Россия, это основные объединения, да? Это серьезные объединения, да. Это серьезные объединения, да. Именно малого и среднего бизнеса, если говорить. Вот это заявление такое резкое, оно вот в чей адрес все-таки направлено? Я еще раз говорю, что, во-первых, это, конечно, безусловно, в адрес организатора мероприятия. Это, видимо, у нас Министерство, как оно называется? Экономики, да. Экономики, да, развитие предпринимательства. Развитие предпринимательства, профильного министерства. Вероятнее всего, какие-то предложения от предпринимателей поступали, но не были учтены. Я же понимаю, что для меня такая же новость, как для тебя, Свет. Но, глядя на то, как такого рода форумы проходят, честно говоря, я к ним тоже года четырнадцать уже потерял всякий интерес, потому что это на самом деле превратилось в что-то такое парадное. Я даже на них просто... Есть хоть какое-то деловое мероприятие в Кировской области, которое ты можешь оценить как действительно бизнес-форум? Я в растерянности, честно говоря. По большому счету, раз есть вот этот самый бизнес на вятке, да, раз есть такой форум, то почему его не использовать? Не использовать название, тем более он 9 лет существует. Но я говорю, что менять надо его по сути. Вот интересно, ты сказал, что декларируется помощь малому и среднему бизнесу, ничего не происходит. А ты же помнишь, что в этом году и в следующем году по федеральным программам от 200 до 300 миллионов в год будет направлено на развитие предпринимательства в регионе только больше. Светлана, но ведь вопрос в том, что направить-то можно и миллиард. Вопрос в том, как этот миллиард будет направлен, на что именно он пойдет. А тут есть разная вероятность точки зрения. Есть точки зрения бизнеса, как израсходовать эти средства, чтобы это было эффективное расходование именно с точки зрения бизнесменов. Есть точка зрения, скажем так, чиновников, которые, ну вот, хорошо деньги пришли, мы их сейчас вот распишем по этим позициям, да, и все будет хорошо. Уже диагноз такой получается, чиновники и бизнес, они вообще в разных полях находятся. Вот вероятнее всего, почему этот массовый отказ и произошел, что они не нашли общего языка по поводу расходования этих денег, да. То есть, видимо, то, что предлагается с точки зрения министерства, считается оптимальным, да, не устраивает уже бизнес-сообщество в данный момент. Так что эти деньги могли как раз и стать камнем раздора. Но все-таки последствия такого, не знаю, можно ли это демаршем назвать, окей, такого показательного мероприятия. Это безусловный демарш, и я думаю, что у нас где-то на конец мая, по-моему, это бизнес. Обычно, да, в конце мая, начале июня. Я думаю, что все-таки стороны должны сесть за стол переговоров, обсудить, найти вот эти точки соприкосновения, изменить что-то в формате. Вы не в фестивале ведь дело, извините за выражение. Это не фестиваль, это не концерт, это должно быть деловое мероприятие, где должны прозвучать определенные предложения со стороны бизнес-сообщества, они должны быть услышаны, учтены. И вот эта вот, роспись вот этих вот самых денег должна происходить именно в соответствии с пожеланиями малого бизнеса. Николай Гуликов, его особое мнение мы слушаем. Но это для меня такая же новость, как для тебя, так что я совершенно не готов к этому. Но мы уже успели пригласить на завтра бизнес-эмбудсмена Владислава Попова, и об этом тоже с ним подробно поговорим в дневное время. Большой материал вышел у наших коллег на портале бизнес-новости, называется он «Открытка для инвесторов». И мне так понравился просто подзаголовок, с которого этот материал начинается. Я позволю себе его процитировать. В Кирове представили план инвестиционной политики. Произошло это спустя год после объявления о необходимости его появления и без участия специального заместителя главы администрации, который должен был эти инвестиции привлекать. Ну это хороший лид, хороший заголовок. Но я прочитал весь этот материал с большим интересом, только я не понял вообще, вот честно говоря, Свет, я не понял, при чем здесь инвестиции. Там речь идет о чем угодно, кроме инвестиционной политики на самом деле. Да подожди, давай просто поясним вот этот лид, что у нас было как минимум один, а то и два заместителей Ильи Вячеславовича Шульгина. По-моему один, он поработал, а потом... Официально один, значит, который получал зарплату, который должен был представить инвестиционный план. И ведь немало он поработал, ну не меньше полугода он у нас был. По-моему, я вспоминаю, он могло года где-то. Он был, потом тихонько исчез, и никто его место, насколько я понял, не занял. И вот как только его не стало, вдруг появился инвестиционный план. Ну план, видимо, должен был появиться, потому что сейчас же все готовят стратегии развития, и все, и одна из элементов стратегии, это, безусловно, инвестиционная политика. Но дело в том, что... Но ты не увидел здесь. Я вообще, понимаешь, я уже много раз об этом говорил, у нас очень странное понятие вообще об инвестиционном процессе. Вот опять же, будем говорить, это слово у чиновников, очень странное понимание. Я больше сталкивался на уровне, скажем, муниципалитетов, именно вот не главного нашего муниципалитета, а районных муниципалитетов. У нас такая есть большая путаница в голове. Вот все слова инвестиции понимают, как некое спонсорство или меценатство, понимаешь. Вот здесь то, что я прочитал в материале, то, о чем говорили, это речка скорее, вот понимаешь, вот нужно привлечь дядек с деньгами, чтобы дали денег, сделали нам хорошо. И вот при этом, что они сами получат при этом, здесь нигде никак не упоминается. А инвестиции, понимаешь, что-то вроде бензина, которым заправляют автомобиль, чтобы он ехал, но он должен довезти. Это ведь не только чиновников, которые в него сядут, но и тех людей, которые бензином заправляют, тоже до какой-то точки должен довезти. То есть они должны получить от своих инвестиций прибыль. И это главное. То есть инвестор это человек, который вкладывает деньги с целью получения прибыли. Ну а город, соответственно, должен... Город должен получать, понимаешь, процесс инвестиционный, он много раз описан нашими великими экономистами, да. Он ведь не такой простой, что вот приехал человек, дал тебе денег. Это не инвестиция, это как раз, может быть, спонсорство, мессонарство или что-то. Человек вкладывает свои средства, например, ну условно говоря, он строит завод. И все стороны получают это. Сначала он платит за землю, вот уже первое вложение пошло. Он платит проектировщикам, он платит строителям. Все эти деньги получают жители этой территории. Эти деньги, они тут же немедленно, ну что-то, конечно, под подушку спрятят, ну что-то несут в магазин, несут куда-то еще. Получают зарплату, соответственно, работники магазинов и так далее, и так далее. Развивается вокруг этого предприятия какой-то малый бизнес, который начинает там, те же там парикмахерские, ну мелкий весь этот бизнес возникает, потому что возникает точка какой-то активности. И эти деньги совершают несколько вот этих вот оборотов, понимаешь, каждый следующий этап вложений, потом предприятие начинает работать, соответственно, появляются рабочие места. Понимаешь, о чем я говорю? Это снова новые деньги, эти деньги несколько оборотов на территории делают. И вот в этом, собственно, прибыль-то территория, а не в том, что приехал человек и дал главе района денег или там отремонтировал какую-то ему дорогу. А у нас понимают это именно так. Здесь то, что я прочитал, по крайней мере, в этом материале, я не присутствовал на мероприятии, речь идет о том, как привлечь в город людей с деньгами. Но что такое инвестор, да, вот как он выбирает территорию? Он, во-первых, как и банкир, смотрит на твою кредитную историю, он смотрит на историю инвестиционную нашего города. Давай посмотрим, как наш город на данный момент работает с инвесторами, крупными и серьезными. Сейчас прервемся на полминуты и посмотрим. А, у нас прервется, забыл совсем график. Да, это Николай Голиков, его особое мнение. Мы посмотрим ретроспективу такую. Короткую, да, короткую. Да, как наш город работал с инвесторами. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у микрофона работает Сигья, Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает главный редактор «Вятской особой газеты» наш коллега Николай Гуликов. Итак, мы хотим посмотреть на то, что из себя представляла инвестиционную историю нашего города. Да, инвестиционную историю нашего города. Я не буду уходить в далекое прошлое. С точки зрения Гуликова. Да, с точки зрения моей, безусловно, особое мнение. Ну вот возьмем, скажем, такого крупного инвестора, как «Газпром». «Газпром» в нашей области работает довольно активно. Но, понимаешь же сама, что есть вещи, которые предусматриваются в самом начале пути, когда «Газпром» говорит, что мы готовы вкладывать деньги в строительство того-то, того-то и того-то. Вы, в свою очередь, должны сделать то-то, то-то и то-то. Нормальное, вполне инвестиционное соглашение, потому что есть реальный инвестор, который вкладывает реальные деньги. Возьмем историю с переводом нашего автопарка на газомоторное топливо, например. Известная история, да? То есть есть постановление правительства России, я даже для себя выписал, что к 2020 году 30% рейсовых автобусов, спецмашин, дорожно-коммунальных служб в городах с населением с 300 тысяч человек, то есть город Киров перед нами, как раз речь идет о городе Кирове, должны работать над природным газом. В свою очередь, «Газпром» готов вкладывать огромные средства на строительство АГНКС, я не буду расшифровывать, но, короче, заправки на более большие всевозможные вещи. Кроме того, она готова субсидировать через свои дочерние компании приобретение автотранспорта и так далее. Все эти договоренности были достигнуты на уровне губернатора и на уровне Миллера. Приезжают Миллер, и знаешь, вот они все люди очень корректные, но после его последнего проезда, вот тоже цитату выписал, да, он пишет, что мы готовы выполнять все наши обязательства, но без сомнения, говорит Миллер, это вопрос обязательств со стороны Кировской области. Власти должны сформировать газомоторный автопарк. Это уже через три года после этой договоренности. А что мы видим на самом деле? Вспомни историю прошлогоднюю, да, когда объявляется торжественно, мы закупаем 30 автобусов. В сентябре, а потом нет. В Минске, да, причем автобусов дизельных. Дизельных, дизельных, да. Мало того, что у нас автопар городской, и так довольно редко обновляется. Вот здесь появляется какой-то вариант купить много автобусов, и именно дизельных. С точки зрения инвестора, область, которая вот регион, город, который просто-напросто, ну, элементарное соглашение с очень крупным местом нарушает, это уже, понимаешь, это уже неправильно. Во-вторых, что мы предлагаем инвестору в данном разрезе, да, мы говорим, вот построите нам что-нибудь, отреставрируете нам что-нибудь. Но у нас же есть темы, которые инвестору богатому именно интересны, потому что им интересно получать прибыль. Кого мы привлекаем вместо инвесторов в эти отрасли? Возьмем мусор, возьмем водоканал наш родной, да. То есть, вот, по идее, вот, даже Путин еще говорил, что к решению мусорных проблем надо привлекать инвестора, чтобы его деньги вкладывались, да. А у нас муниципальное предприятие. У нас привлекается организация, которая надеется работать за счет собранных средств. Это не инвестор. Это я даже не знаю, как назвать, но слово «рантия» не совсем точное, но что-то похоже на это. То есть, человек, не имея денег, изображается как инвестор, и это полное непонимание инвестиционного проезда. То есть, если мы хотим привлечь деньги в регион, он тот же самый, ну, господи, тоже система водоканальная, которую отдают муниципальному предприятию, которая под огромным сомнением находится, и тоже рассчитывает на то, что она будет получать деньги либо там из федерации на эти проекты, либо там от сбора этих средств. То есть, это полное непонимание основ инвестиционной политики. То есть, те куски, которые интересны реальным инвесторам, которые готовы приехать, которые готовы вложить, там речь идет о миллиардах рублей, да, по тому же мусорным по всем вещам, по области, это миллиардные вложения могут быть в область, новые деньги, которые пришли в область. Мы вместо этого оставляем эти деньги на территории те, которые есть. То есть, у нас же их возьмут и сюда же их вложат. То есть, область и регион, и город при этом ничего плюсом не получают. И вот еще для понимания просто, я тоже взял несколько цифр, чтобы можно было понимать, что у нас, собственно, с инвестициями происходит, да, потому что ведь мало кто вообще знает, что с ним происходит. Я просто посчитал за последний пятилетний период. Я брал цифры областные, но не надо забывать, что доля города, областного центра в этих цифрах, она порядка от 66 до 82% варьировалась. То есть, основные инвестиции приходят в Киров, частично в Кирово-Чапецк, чуть меньше. Ну и там уже по эпизодам иногда это получается Оричи, когда там строили вот этот био-био-био-био-био-био-кластер. На Налеке, да, когда строился Налек, там Оричевский район появлялся. Когда там строили какое-то предприятие, скажем, в Лузском районе, там Луза появлялась среди списков, где какие-то денежки, но это очень маленький процент. Я посчитал, интересно, тут есть по годам, начиная с 2014 года, у нас ежегодно снижался объем вот этих инвестиций в основной капитала, причем в сравнительно в ценах с учетом уже инфляции. И простым действием арифметическим там проценты, они перемножаются, И получается, что за период с 2014 года по 2019 область снизила объем инвестиций поступающих в область на 34%, на треть. То есть инвесторы к нам по большому счету не идут. Есть несколько крупных инвесторов, но сама понимаешь, что крупный инвестиционный проект осуществлен, он закончился. И дальше идет вот это уже размножение, так сказать, волны идут от него. Но как таковые инвестиции у нас сокращаются. А вот вопрос, инвесторы к нам не идут или мы их не пускаем, инвесторы? Так я пытаюсь объяснить, почему они к нам не идут. Потому что мы не понимаем суть инвестиционной деятельности. А это не понимание или это какие-то намеренные действия? Отчасти это действия намеренные, потому что у нас предпочитают, чем кого-то пригласить со стороны постороннего с деньгами, пригласить кого-то своего для того, чтобы контролировать этот поток денежный. И, наверное, я полагаю, что не бескорыстного интереса. Потому что если посмотреть те же истории и с мусором, скажем, и с той же водой, то вполне понятно, если посмотреть список сотрудников, какие-то основные операции, которые уже производятся и так далее, то видно, что это все конторы, они как бы заточены под определенного выгодополучателя. Одного человека? Я не могу утверждать с полной уверенностью. Я полагаю, что под одного. Но это, конечно, немножко такая конспирология отчасти. То есть это организации, которые сейчас этим будут заниматься, они находятся под контролем. И там, и там у нас, мы видим, фигурируют люди из соседней республики, из Татарстана. Там он финансовый директор из Татарстана. Здесь еще кто-то. Здесь вообще начальника привезли оттуда, опять же, из Татарстана. Это водоканал. Да, я имею в виду водоканал. А если брать там Куприд, то сейчас там финансовый директор у нас, известный в городе, так сказать. Да, тоже представитель этой дружественной республики. Но совладельцы там того же Куприд, а не татарские товарищи. Ну, совладелец у нас там вообще 65%, по-моему, у города, насколько я понимаю. Да, да. Вот. Опять же, тут встает вопрос о том, понимаешь, вот ли средства, которые будут собирать Куприд в свои оперативные деятельности, они же куда будут направляться, кто будет эти решения принимать, где будет Куприд закупать то-то, то-то и то-то. Дальше смотрим по людям, которые эти решения принимают, смотрим, какие это вещи, которые они планируют на следующий год. Мы видим, что, опять же, деньги направляются в соседнюю сопредельную территорию. Но, опять же, я бы не сказал, что это какая-то татарстанская экспансия. Вот в чём дело. Потому что, если, опять же, посмотреть список организаций, которые там фигурируют, мелькают, это всё очень небольшие конторы. Очень небольшие конторы с очень коротким сроком жизни, очень некрупные. То есть, если бы Татарстан, на самом деле, как республика, да как территория, решил бы экспансию свою произвести в городе, там бы работали совершенно другие структуры. Там есть крупные банки, крупная инвестиционная компания. А здесь возникает цепочка каких-то непонятных организаций, из чего можно вполне такой вывод сделать, что конечные-то получатели – это точно не Татарстан, как республика, и не вот эти маленькие организации, которые, собственно, сами по себе ничего такого сделать-то не могут. Мы уже с тобой как-то говорили, не знаю, в эфире или за эфиром, я своё мнение высказывал, что вот тот же наш глава города Илья Вячеславович Шульгин, он как бы… В Татарстане человек совершенно неизвестный. То есть, его там, ну, просто люди, которые там общаются с правительством, с мэриями, с какими-то ещё, они просто не знают. Он каким-то образом появляется здесь, и он каким-то образом занимает высокий пост сначала в предательстве области, потом в городе. И понятно же, опять же, что если бы это была именно вот такая территориальная экспансия, то был бы человек другого масштаба, другой с другой фамилией. То есть, местные всё-таки тут работают? Я полагаю, что, безусловно, работают местные наши хорошо знакомые товарищи, наши местные элиты. И вот, кстати, тоже ещё один вопрос такой, что наши местные элиты как раз – это одно из главных камней преткновения для развития инвестиционного проекта. То есть, они препятствуют? Они все лакомые кусочки желают подмять под себя. И поэтому препятствуют притоку внешних инвестиций в виде частных инвесторов? В виде частных крупных инвесторов сюда привлекают только уже, знаешь, на уровне совершенно планетарном, на уровне губернатора, когда возникает вот АФК-система или что-то. То есть, то, чему противостоять невозможно. Когда речь идёт о более мелких компаниях, то, конечно, этому препятствуется. И вот эти все потоки, которые могли бы, вот вместо того, чтобы извлекать деньги из населения, да, а наоборот привносить в область, вот эти все потоки пресекаются. И мы имеем процесс практически обратный. То есть, область продолжает исполнять такую функцию некого кошелька, из которого все берут, 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 и никто в него не вкладывает. Николай Голиков, его особое мнение мы сегодня слушаем. И у нас остаётся пять минут до перерыва, тоже связанной с экономикой и с инвестициями тема, новость буквально нескольких дней. Чтобы промпарки начали приносить прибыль, пресловутые, потребуются федеральные деньги, говорят в корпорации развития. Это из пресс-релиза корпорации развития. Она заявляется, эта корпорация, на различные займы и субсидии на строительство. И уже не можешь ты посчитать, сколько федеральных денег было привлечено на промпарки. И скажи ты мне, пожалуйста, как человек, который разбирается в этих экономических темах, скажи, как можно вообще говорить о прибыльности промпарков, которые вбухнут десятки миллионов рублей. Сотни. Сотни. Для привлечения бизнеса, который нам должен приносить деньги, а мы только туда федеральные средства всё бух-бух-бух. Бух-бух-бух. А там их по пальцам двух рук сосчитается. Ну вот я прочитал, за 18-й год фирмы-резиденты промпарка Вяцкополянского заплатили налогов, по-моему, 4 или 5 миллионов рублей. 4 или 5 миллионов? Не могу точно сказать. А вложены сотни. Вложены сотни миллионов рублей. Ну давай вспомним историю этого Вяцкополянского-Парапанского. Ведь решение о его создании принималось не на экономических мотивах, а на политических, я бы даже сказал, на эмоциональных. Потому что в чём была проблема тогда города? Молот, да, Молот, и нужно было срочно найти, трудоустроить людей. То есть вопрос шёл о занятости, о создании мест рабочих для Вяцких полян. Изначально мысль была совершенно здравая. Вот завод Молот, вот на нём освобождаются цеха, там есть вся необходимая инфраструктура, это располагается удобно, все уже тропки проведены, всё уже сделано, никаких вложений особых не нужно. Но возникло и затруднение, потому что в связи с этими вопросами имущественными, да, эти вот цеха, которые планировалось отдать под размещение вот этого технопарка, там получилось временное такое отложение, что сейчас это сделать нельзя, надо решить ряд юридических вопросов. Вот, по большому счёту это бы заняло не больше года. Где-то год прошёл, когда завод Молот сообщил о том, что эти цеха свободны от всех обременений. Но наш губернатор, человек в то время был очень довольно резкий, и всё, он сказал, нет, я сказал, будет, значит, будет. Мало того, я всегда люблю вспоминать эту историю, ведь Никита Юрьевич ездил в Татарстан, смотрел опыт технопарка в Татарстане, встретился с президентом Татарстана, по-моему, тогда ещё был Микки Мершемеев, если я не ошибаюсь. И он ему прямым текстом, он, Никита, что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты хочешь открыть парк в чистом поле, ты просто зароешь туда деньги, он сказал ему. Если ты хочешь трудоустроить людей, открой на этом месте барахолку, больше толка будет. Эта фраза, она прошла посредством массовой информации, но ведь Никита Юрьевич, он человек горячий, он сказал, будет, будет. Он начал строить в чистом поле. На самом деле, во-первых, он очень красиво зарыл эти полмиллиарда федеральных сначала в свой банк, ну, близкий себе банк, скажем, Гаткабанк, да? Они там полежали, очень хорошее время, любой банк был бы рад полмиллиарда рублей у себя похоронить там несколько лет, пока все эти вопросы решались. А во-вторых, он построил вот этот самый технопарк, сколько лет, вы уже после него сдавали-то его уже, да? Это история, по-моему, там, 12-го где-то года. А сейчас-то чего? А сейчас чего? А сейчас что делать? Вот, понимаешь, изначально... Зачем опять федеральные деньги? А сейчас по-другому что с ним сделаешь, понимаешь? Почему должны федеральные деньги быть вложены в чей-то бизнес? Потому что вот в это решение глубоко ошибочное принято дело. Ведь там нет сотрудников с МОТО, они так и не пришли. За то время, пока технопарк строился, люди трудоустроили. Конечно. Большинство из них, кстати, в соседнем Татарстане прекрасно работают. Там недалеко ездят, все хорошо. Там есть заводы, предприятия. То есть, я почему говорю, что изначально был ложный посыл, ложное решение, эмоциональное и политическое, не экономическое. Ну окей, столько времени прошло. Зачем продолжать эту историю? А теперь, понимаешь, когда полмиллиарда рублей федеральных уже вопано в Этузию, полмиллиарда, первый был износ, полмиллиарда, с тех пор, возможно, еще что-то было. Сейчас что с этим делать-то, Света, понимаешь? Это же нельзя просто взять и сказать, ребята, мы ошиблись, невыгодно. Нет, эту территорию надо как-то развивать. Что-то с ней нужно делать. Вот привлекли 6 инвесторов, 6 резидентов, которые там принесли прибыль в Яцкополянском бюджете в 5 миллионов рублей в виде налогов. Ну это же не... Сколько там людей работает, господи, там не помню точно, порядка сотни человек, по-моему, да? Небольшое количество. Очень небольшое количество людей. То есть этот парк, который кроме проблем нам ничего не создал, ну и сейчас его идти выбросить-то нельзя. Почему? Другое дело. А чем не выбросить? Как? А почему, кстати, Васильев, когда пришел, не выбросил, не зарубил? Не его уже была идея? Ну, Васильев, когда пришел, он как минимум уже один из технопарков прикрыл по имени Игроград. Это вот сейчас он прикрылся. Сейчас прикрылся окончательно, вот. Что касательно вот второго оставшегося у нас еще этот Слободино, который, ну это тоже история. Вот тут тоже непонятно, зачем решение принималось. Насывание каких расчетов, когда в болоте начинают строить технопарки, не обеспечены ничем, ни инфраструктурой никакой элементарной, ни чем-то еще. И опять же, раз решение принято, сейчас у меня ничего не остается делать, только искать какие-то средства и хоть в какое-то состояние привести, ну чтобы там что-то работало, да? Понимаешь? А что, нельзя признать ошибку и просто закрыть, чтобы не тратить больше деньги? Федеральные деньги — это не ничьи деньги. Это наши с тобой деньги. Это именно что, не ничьи деньги. В том-то и дело. Поэтому признать это ошибкой можно, но исходя из даже этого признания, закрывать-то проект уже нельзя. Сейчас нам с ним мучиться. И благодарить тех людей, которые принимали эти решения о технопарках. Прервемся на полторы минуты. Николай Голиков и его «Особое мнение» продолжатся сразу после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Николай Голиков, главный редактор «Вятской особой газеты». Я уже в перерыве Свет просто перебью. Как раз мы закончили тему про технопарки наши. Я вспомнил великую фразу из «Покровских ворот», когда актриса встаёт и говорит «Это мой крест, и нести его мне». Так вот, технопарки — это крест нашей области. Нам его, к сожалению, придётся ещё долгое время тащить. Куда ни плюнь, везде кресты, которые нам нести надо. А говорить о том, что эти технопарки когда-то отобьют вложенные в них средства, это просто глупый разговор. Вот сейчас, ну это примерно то же самое, что у нас с аэропортом происходит. То есть всё равно надо вкладывать, 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 чтобы он был. То же самое здесь придётся вкладывать, чтобы они были. Я ещё аэропорт, прости, могу понять. Я ещё как-то всё-таки хочу летать на самолётах. А проемпарки понять не могу. Ну я просто к примеру привёл, что это та же вот будет такая дырочка в нашем бюджете, куда всё время надо будет отгружать эти деньги. Кто-то когда-нибудь скажет «перестаньте». Да не знаю, зарастёт постепенно рано. А федералы-то зачем дают эти деньги, если они разорваются? Понимаешь, федералы, когда изначально давали эти деньги, мы только что к этому вернулись. А сейчас-то зачем дают? Сейчас-то зачем? А сейчас они уже по разным другим программам, понимаешь. Это уже не просто вложение в технопарки. Не контролируют, что ли? Почему? Это всё контролируется. И не забывай, что и по развитию моногородов по всему очень жёсткий контроль идёт, по всем федеральным деньгам, и где-то и деньги приходится возвращать. Тогда логики я вообще не понимаю. Не надо её искать? Логики здесь искать не надо, потому что уже всё случилось, и сейчас только приходится расхлёбывать вот эти вот остатки этих всех решений, последствия этих всех решений. Так, Наталья Шитько, недавно избранный председатель общественной палаты Кировской области, говорит следующее. Здесь вот в нашей студии она говорила, и, кстати говоря, в своей предвыборной речи она тоже об этом говорила, что в Кировской области, в районах, люди вообще не знают существования такой организации. Ну, она так сильно переживает. Знаешь, у нас в районах некоторые до сих пор ещё думают, что у нас губернатор Николай Иванович Шаклеин. Это не самое страшное. И я думаю, даже не только в районах, в городе Кирове очень многие люди знают о том, что есть общественная палата. А если даже слышали такое выражение, они не очень понимают, что это такое и зачем. Я прочитал, послушал частично интервью, которое отдала здесь Наталья Шитько. Я понимаю, как бы я озабочен. С другой стороны, вот смотри, есть интересная история. Сейчас во всех муниципалитетах создают общественные советы. Я просто слежу за некоторыми, там появляются объявления. Очень простые требования. Это общественные советы тоже при каких-то органах? При администрации района. Или прямо при администрации. Да, при администрации района. То есть это такой районный аналог именно общественной палаты. Объявление даётся. Очень простые требования к соискателям. То есть тебе просто кто-то должен выдвинуть какое-то НКО. У тебя должен быть такой-то, условно говоря, возраст. Нет ограничений ни по образованию, ни по чему-то ещё. То есть ни по полу, ни по возрасту. Но только вот выдвинься и пожелай. Вот эти объявления, они кочуют по полгода, объявляются, объявляются, объявляются. И всякий раз из-за отсутствия желающих. Эти конкурсы во многих районах признаются несостоявшимися. То есть не происходит формирование общественных советов. Где-то они есть, сформировались. Где-то нет. Там, где, условно говоря, пять лет назад был общественный совет, 20 человек. Но в этот год набрали только 10. Что случилось? Ничего не случилось. Просто, понимаешь, активистов, на самом деле, которые бы хотели находиться в таком совещательном органе про администрацию, их очень мало. У нас сейчас, благодаря широкому развитию вот этих вот инициативного бюджетирования, скажем так, да, чуть не сказал, партиципаторного, так я боюсь говорить, дикция подведет. У нас появилось очень много вот такого актива, скажем так, как бы раньше назвали хозяйственного, да. То есть людей, которые занимаются решением конкретных вопросов, они как бы не связаны с общественной жизнью. Они связаны просто с существованием. Они не связаны с гражданскими правами, они не связаны со свободами какими-то и так далее. Они не связаны там не вот с такими вещами, которые... А чисто дорогу сделать, водокачку, ремонтировать. Сделать дорогу, построить детскую площадку, отремонтировать, водокачку. Вот этот актив, он существует. Но они вот в рамках, извини, в рамках уже сложившейся вот этой системы и ППМИ, и народного бюджета, и всего, они вполне самодостаточно работают. А быть вот на уровне, вот обсуждать какие-то вот такие вопросы общественной жизни, там просто, ну, во-первых, и времени не особо много, да и как бы... И понимания, может быть, нет. И понимания, может быть, нет. А зачем? Ведь нет понимания по общественной палате и в городе Кирове. В том числе у нас, смотрите, иногда получается как, у нас есть очень много общественных деятелей, которые на слуху, да? Они активно там в социальных сетях, они активно что-то делают, проводят какие-то мероприятия. И без общественной палаты. Но они не члены общественной палаты, да? То есть вот для человека образ общественника скорее вот как для себя нарисовать, там, ну, представляет, там, скажем, Толю Курбатова, да? Вот такой стандартный хороший общественник. Но он вне общественной палаты, условно говоря, находится, да? А есть некая общественная палата, там люди, которые никак в моей голове, во многих головах, с понятием общественной вот какой-то активности, они никак не связываются. А почему? Ведь там же есть вполне... Да, почему не будут там наводящие? Нет, я просто говорю, что там состав-то очень такой разнообразный. Ты же, слушай, я тебе рассказываю про общественную палату, ты вроде как член общественной палаты. Ну, расскажи мне все равно. Я тебе вот именно могу рассказать на уровне, вот как воспринимается это вот таким, ну, обывателем. Хотя я, конечно, не полностью обыватель, но все равно я общаюсь с людьми, да? То есть получается как-то странно, что вот Муму написал Тургенев, а памятник стоит Пушкину. Да, вот то же самое здесь. У нас есть активист Толя Курбатова, общественная палата, все-таки это люди, которых мы не знаем. Там есть люди, которых мы хорошо знаем, которые активно ведут общественную работу. Но выйдя из общественной палаты, они не изменятся и будут так же активно работать. А есть в той же общественной палате люди, которых просто вот... Я вообще не понимаю, что они там делают, вот честно говоря. Не могу понять, вот ни по характеру своей основной работы, ни по каким-то вот вещам, которыми занимается свободное от работы время. Я не вижу ничего общественного в их жизни. Может быть, потому что они плохо о себе говорят, о своей деятельности? Общественная деятельность, она может даже не подразумевать какого-то хорошего говорения. Если человек... Слушай, Толя Курбатов не лучший оратор, но его знают, потому что он работает, он делает, люди знают, что он делает для этого города. Да, вот раз уж мы... Бедному Толику навернякается, ему сейчас не знаю, где он. Анатолий, привет. Понимаешь, человек-общественник, он может даже о себе не рассказывать, потому что его дела говорят за него. Очень многие члены общественной палаты, которые сейчас есть, я просто... Вот я человек, который вроде бы непосторонний в этом мире, я про них просто ничего не знаю. Я знаю, какие они прекрасные там организаторы производства, но я не понимаю, при чем здесь общественная палата. И поэтому очень многие полагают, что функция общественной палаты это вот имитировать такое общественное одобрение каким-то инициативам, спущенным сверху. Ну а имитировать-то могут кто угодно, какая разница, может быть там... Хотя общественная палата сама должна инициировать какие-то вещи, да? По большому счету она должна инициировать, должна контролировать и именно проверять все предложения власти с точки зрения их соответствия тем же правам, о которых мы говорили. Тем же общественным интересам, которые они должны представлять так, как они представляют общественные организации. Поэтому ничего удивительного... То есть дело не в том, что общественной палаты нет денег на выезды в районы, и дело не в том, что сами общественники, члены общественной палаты Кировской области не выезжают в районы, а дело совершенно в другом, что сама палата... Понимаешь, сама палата не может рассказать сама палата о том, что там делает половина, может быть, меньше половины ее членов. Объяснить, да? Такое объяснение тоже должно быть. Вот когда оглашается список членов общественной палаты... За каждым что-то должно стоять. Мы должны что-то стоять, и мы должны понимать, почему эти люди в общественной палате, почему АЗС, почему губернатор, почему уже остальные члены избрали именно этих, а не других. Хотя, вот я еще раз говорю, есть некое разделение у меня в голове, вот есть общественники, есть члены общественной палаты. Не ко всем это относится, но, тем не менее, такое есть. Ездить в районы, безусловно, нужно. Это палата Кировской области. Ездить и слушать, что говорят люди, это тоже нужно. И без разницы, знают они про общественную палату или нет, являются неактивистами или нет. Но, Господи, они все члены нашего общества, скажем так. Ну, вот, собственно говоря, одна из историй, которая могла бы заняться общественной палатой Кировской области, сейчас вот ты меня натолкнул на мысль, это формирование общественных советов при муниципалитетах. Это просвидетельская история, это менторство какое-то, передача опыта, проектов и так далее. Это тоже часть работы общественной палаты. Информирование общественности, это тоже часть работы общественной палаты о каких-то вещах. Поэтому, как бы, Наталья в этом плане права, что ездить, безусловно, нужно. Хотя бы для того, чтобы рассказать и показать. Хотя бы для того, чтобы районная газета взяла и написала, что такое общественная палата Кировской области, взяла бы интервью того же, там, председателя, уже не секретаря, председателя общественной палаты, чтобы он рассказал. Чтобы люди, живущие в районах, поняли, что вот кроме адреса президента России, куда жалобу надо писать, да, и кроме губернатора, можно еще обратиться в общественную палату. И там тоже какие-то меры могут быть приняты, чтобы она рассказала, какие меры. Не обязательно она. Там любой член общественной палаты может поехать куда-то. И еще, конечно, это вопрос в том, что при всей вещи, конечно, представительства области в составе общественной палаты ничтожно мало. Это очень неправильно. Людей с места. Да, конечно, людей с места. Остается у нас три минуты до завершения эфира. И я хотела тебя спросить, посмотрел ли ты на выходных, возможно, я бы не сказала, что это фильм, скорее, это такой проект, Дудя, Колыма, родина нашего страха. И если посмотрел, то покажешь ли ты этот фильм Миша, своему сыну, может быть, сейчас или позже. Потому что именно для молодых людей Дудя снимал фильм про Колыму, про лагеря, про сталинизм и про то, как люди сейчас живут в этих местах. Я принципиально этот фильм смотреть не стал. Я очень много информации, которая появляется и связана со Сталином, с годами правления Сталина. Я просто сейчас ее игнорирую, потому что нагружена эта информация еще в гораздо более молодые годы, когда все это становилось, все это становилось достоянием общественности. И очень настороженно отношусь к тем вещам, когда вот эти темы вновь и вновь выдвигаются как бы на такое, на общественное обсуждение. Дело в том, что сейчас, вот понимаешь, вот сейчас вот эта эпоха сталинская, да, она пока еще очень горяча. Это горячо, это не тот случай, когда надо ковать железо, пока оно горячо. И всякий раз, когда эта тема возобновляется, она, в общем-то, рассчитана на то, что общество начнет противники, сторонники и так далее, и так далее. А вот про молодое поколение, о котором говоришь, если взять того же Мишу, да, вот для Миши, для Миши в силу его там рождения в 2006 году, извини за выражение, Сталина, то же самое, что для нас был Пушкин Гоголь, царь Александр Первый. Вот Александр Николаевич, там Первый Кровавый, не знаю что, это уже история, понимаешь, она для него уже не имеет личной эмоциональной окраски. И он сам в этой истории разберется совершенно прекрасно. Сейчас пока все это очень сильно эмоционально окрашено. Это очень заметно, вот по результатам опроса тем же и другим. 70% россиян положительно оценивают. Что же касается опять-таки того, что вот этого посыла, этого фильма, да, что как бы вот этот сталинизм, это, ну, вот что наша страна эволюционирует в сторону повторения этих всех историй. Нет, они там этого не делают. Ну, я понимаю, как бы, ну, вот я же комментирую результат того же опроса Левада-центра, что там люди стали более позитивно отзываться об этой эпохе нашего развития, так сказать. Это, это некоторая спекуляция. Страна не движется в этом направлении, не может двигаться в этом направлении. А молодые люди, не забывая о том, что вот те, которые сейчас здесь живут, и если вот какое-то такое движение начнется, слава богу, они могут просто сесть и уехать. Понимаешь, они имеют сейчас очень... И страны? Конечно, они всегда к этому готовы. Не забывая о том, что они, собственно, большинство из них, молодых людей этих, они даже и не интересуются тем, что происходит в стране, потому что они работают в международной корпорации, естественно, с моим компьютером, да. И для них, по большому счету, местонахождение не столь важно. Вот если у нас делают этот ограниченный закрытый интернет, они просто соберут свои манатки и переедут в страну, где этот интернет не закрыт, и продолжат работать. Может быть, на какую-нибудь даже российскую компанию. Понимаешь, в чем дело? Они к этому уже не привязаны. И это уже не остановить. Вот этого страха, который был у нас, может быть, когда мы читали про Сталина, у них уже нет и не будет. А остался, скажи? У меня? Да. Нет, у меня нет. У меня как-то этого не было изначально, понимаешь. Я не знаю, у меня тоже такая сложная семья. Мой дед все-таки был репрессирован, а мой отец наоборот воевал в войсках МГБ с белорусскими партизанами. Но, понимаешь, я как-то не знаю, может быть, такой взгляд более у меня спокойный на все это. Вот взгляд такой, скорее, историка. И я радуюсь, что вот эта тема, она все-таки наконец уйдет в историю. Вот уйдут вот эти вот эмоции, уйдут после этого уже можно будет все это спокойно совершенно обсуждать. Снимать фильмы, видеть все плюсы и минусы. Ну, как про царя Ивана IV, он тоже не самый добрый был в истории России. Николай Голиков, главный редактор «Вязкой особых газеты». И это его особое мнение мы сегодня слушали. Спасибо тебе большое, хорошего дня. Всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM